Боевое искусство спас это казачья традиция ведения боя, которая адаптирована под современные условия. Возрождение этого вида спорта началось в 90-х годах прошлого века. Официальным видом спорта он стал с 2010 года. Мы проводим международный турнир уже 18 раз. Постоянно у нас приезжают 9, 10, 12, 15 команд. Сегодня, к сожалению, по техническим причинам не доехало две команды. Но мы не расстраиваемся, проводим наш турнир. Ползуется он популярностью. Вы сами видите, сколько людей сюда приходит. Сюда приходят просто жители города Курорт-Анапы посмотреть на наши соревнования. Сегодня в схватках принимают участие не только спортсмены из Южного федерального округа. Также на состязания прибыли бойцы с Украины, Казахстана и Армении. Всего на эти соревнования прибыло порядка 200 спортсменов. Руслан Базманян занимается единоборствами почти 10 лет. Выступает за сборную Анапы. В своем поединке использовал смешанную тактику ближнего и дальнего боя. В результате поединка уже после двух минут борьбы эффектным броском завершает досрочно бой. Дистанцию не держал. Опускал руки. Кидался головой вперед. Вот это была его ошибка. Я его на этом ловил и встречал. В следующем году формат проведения турнира может существенно измениться. Если сейчас спортсмены выступают в единой смешанной категории, то в будущем могут появиться отдельные дисциплины казачьего боя. Смешанные единоборства, ударные, борьба и фехтование. Сейчас материалы собираются. Это будет приславлено Министерству спорта специалисту. Будут все эти правила шлифоваться. Ну и в итоге будет двигаться к официальному виду спорта. Может быть даже не только национальному, а сразу к всероссийскому. Возможно и такое продвижение. По итогам турнира определились победители. Первое место заняла команда Анапского районного казачьего общества. На втором – спортсмены президентского кадетского училища из Краснодара. Третье место и бронзовую награду завоевали бойцы славянского районного казачьего общества. Руслан Душевский. Анапа. Регион.